Друзья, приветствую! Сегодня речь пойдет о диплодене. Поступил мне такой комментарий. Я хочу немного рассказать об ассортименте, ценах и что в Европе, в Германии предлагают из диплоденей. Ассортимент по размерам, конечно, огромный. От небольших кустиков, от маленьких саженцев до больших метровых, полтора метровых, посаженных как по одному цвету, так и по несколько расцветок в один горшок. Здесь вы все это увидите. Смотрятся они, конечно, великолепно. И на улицах очень многие украшают свои магазины, кафешки, центральные входы в дома. Именно вот такими цветущими диплоденями, так как они цветут весь сезон и совершенно неприхотливы. Что можно сказать по ценам? Цены зависят от размера горшка. Можно приобрести небольшую диплоденю от евро 79 центов до 2,50. И по возрастающей. На опоре уже будут 9 с копейками. Если вы будете приобретать большие метровые диплодене, эта цена уже будет 11 евро. Большие пышные кустики, где много бутончиков и кусты, которые уже посажены, можно сказать, в ведра, которые имеют по несколько окрасок в горшке, либо в кашпо, такие будут стоить дороже, так как их предлагают специальные цветочные хозяйства. Недавно я в таком побывала. Очень большое тепличное хозяйство, очень много цветов, много интересных идей, много красивых растений я увидела. И, конечно, хочу в следующих видео с вами поделиться. Обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить эти видео, так как покажу, как оригинально можно выращивать растения. И как я даже не догадывалась, что их можно продавать в таком виде. Казалось бы, самые простые, самые копейшные растения, которые можно вырастить без проблем с семян, но так их подать и выглядеть они будут так презентабельно, так дорого и красиво и необычно. Об этом буду, конечно, рассказывать. Так вот, вернемся к диплодениям. Такие диплодения, посаженные по много рассветок в кашпо, они идут от 20 с чем-то евро и на опоре по 42 евро. Но это именно в таких хозяйствах, где цена всегда намного дороже, чем в магазине. Здесь они предлагают более интересные растения. И люди сюда едут в большом количестве. Кстати, от города совсем недалеко. Мы сюда приехали на велосипедах. Я себе тоже купила на балкон немного цветочков. Как же без этого? Покажу вам, что приобрела в ближайших видео. По ассортименту диплодений, которые предлагают в магазинах, в тепличных хозяйствах, я бы сказала, ассортимент скультный, стандартный, промышленные сорта. Это такие, как красный, белый, розовый, светло-розовый, двухцветный, красно-белый. Других окрасок в магазинах я не видела. В основном это те сорта, которые пользуются спросом. А сортовые, махровые диплодения, они, конечно, в цене всегда дороже. Но я считаю, все равно есть тепличные хозяйства, которые занимаются более обширным ассортиментом. Я хочу в ближайшее время, сейчас у нас курсы немецкого языка, и как будут длинные выходные, мы будем ездить по теплицам, которые занимаются непосредственно выращиванием растений. И я думаю, в некоторых из таких теплиц будут и диплодения, где будет больше ассортимент, во всяком случае, я на это очень надеюсь. И также занимаюсь поиском частных любителей цветов, частников, которые выращивают, которые занимаются сортовыми растениями. Например, такими, как пеларгония, как это у нас в Украине, диплодения. Я бы хотела поехать в частнику и посмотреть, как у них происходит этот процесс. Если у вас есть адреса, и вы заказывали у них какие-то растения, буду рада, если поделитесь. Я обязательно тоже хочу поехать, посмотреть, что-то приобрести. Ну и по поводу выставок. Конечно, я смотрю, какие выставки будут в ближайшее время, в мае. Будет огромная выставка рододендронов, как раз недалеко от нас, в времени. Это самый большой парк рододендронов. Там представлено огромное их количество, больше нескольких сотен видовых, разных окрасок. Рододендроны сейчас начинают свисти активно. И, конечно, я поеду на эту выставку, буду делать видео об этом. Если будет выставка диплодения, обязательно поеду на нее. Также планирую проехать в Голландию. Там тоже в Нидерландах. Огромный выставочный парк. Хочу посетить его и буду обязательно вам все это снимать и показывать на канале. Поэтому, если вам интересно, добавляйтесь. Будет много всего о цветах. И так как мой бизнес был цветочный в Украине, то, конечно же, я буду делать акценты, делать упор на какие-то интересные новинки. То, что у нас еще не сильно распространено. Я думаю, вам всем это будет интересно. И внесет какие-то новшества. Ваше дело, ваш бизнес. Поэтому, до новых встреч в ближайшее время. Пока-пока.